Судьба великого Гая Юлия Цезаря полна удивительных поворотов. На протяжении своей жизни он несколько рад, чудом умудрялся избежать гибели. Однако смерть все же настигла его 15 марта 44 года н.э. Ключевую роль в заговоре, оборвавшем жизнь Цезаря, скорее всего, сыграла женщина, которую он любил. История всепоглющающей любви Гая Юлия Цезаря и Клеопатры много раз обыгрывалась в кинематографе, создавая у зрителей иллюзию романтической связи. А между тем, помимо страсти, в этой связи заключался тонкий политический расчет, прежде всего, со стороны Клеопатры. Все началось с того, что в июне 48 года до н.э. в Египет, правителем которого был младший брат и одновременно муж Клеопатры Птоломей XIII, прибыл сын римского сенатора Гнея Помпея. Он просил помочь его отцу, который вел борьбу с Цезарем. Прошение было удовлетворено, но Помпей в битве при Фарсале все равно проиграл Цезарю, после чего пытался найти убежище в Египте, но был там обезглавлен. Через несколько дней, когда в египетскую Александрию пожаловал сам Цезарь, услужливые египтяне поднесли ему голову врага. Очарованный римлянин, Цезарь не собирался быстро покидать Египет. Он хотел получить давний долг, а заодно познакомиться с Клеопатрой. Она тогда враждовала с братом. Проникнуть в Александрию изгнанной царице помог сицилиец Аполлодор, пронесший ее в покое римляна в постельном мешке. Бросившись к ногам Цезаря, Клеопатра стала жаловаться на мужа брата и его регентов, однако слезы быстро уступили место интимным ласкам, по части которых Клеопатра не имела себе равных. Вскоре Цезарь восстановил Клеопатру на троне, а когда возмущенный Птоломей и его войско повернули мечи против римлян, разбил правителя Египта. Сам Птоломей утонул в Ниле, спасаясь бегством от преследователей. Пробыв в Египте почти год, Цезарь был вынужден вернуться в Европу. Так поспешно, что даже не дождался рождения Клеопатра его сына, Цезариона. В 46 году до н.э. Клеопатра вместе с годовалым сыном и формальным супругом Птоломеем прибыла в Рим. Втайне она мечтала, что когда-нибудь Цезарион объединит под своим началом две великие страны – Рим и Египет. Римской знати приезд египетской царицы был предъявлен как заключение военного союза между двумя странами. Практически сразу Цезарь поселил любовницу и сына в своих покоях и окружил невероятной любовью. Правитель даже посвятил Клеопатре золотую статую в новом храме Венеры – прародительнице. Но египтянка хотела большего – стать женой диктатора Рима, чтобы официально сделать Цезариона наследником Цезаря. Последний поначалу был не против, ведь его брак со знатной римлянкой Кальпурнией был бездетным. Между тем римляны однозначно считали, что любовниц у Цезаря может быть тысяча, но жена – одна. Все недолюбливали чужеземку, называя ее царица, но не добавляя имени. В таких условиях положение Клеопатры становилось критическим. Поддавшись на уговоры окружения, Цезарь мог отправить ее обратно в Египет и тогда прощая римский трон. Цезарь на свою беду в разговорах с Клеопатрой уже признал Цезариона сына и говорил, что готов видеть его наследником. Тогда египтянка решила сама ускорить передачу власти от отца к сыну. Наиболее удобным союзником в этом деле был претер Марк Брут. Цезарь был любовником его матери Сервилии и в шутку называл его своим сыном. Брут опасался, что после возвышения Цезарь может низвергнуть его. Клеопатра же пообещала сделать его регентом при малолетнем Цезарионе. Далее события развивались стремительно. 15 марта 44 года до н.э. Гай Юлий Цезарь был убит группой заговорщиков во главе с Марком Брутом. Но планам Клеопатры и Брута сбыться не удалось. По завещанию Цезаря, огласке которого потребовала толпа, наследником был объявлен внучатый племянник Цезаря Октавиан. И хотя Сенат амнистировал убить Цезаря, сам Брут испытывал чувство горечи, что поддался на уговоры хитрой египтянке. Не получив с этого ничего, теперь угроза смерти нависла над Клеопатрой и ее сыном. Клеопатра очень быстро сбежала обратно в Египет, а Брут пережил Цезаря всего на два года, покончив с собой после поражения от легионов Марка Антония. Именно с ним Клеопатра и закрутила новый роман, родив правителю восточной части Римской империи трех детей. Однако в 30-м году до нашей эры, проиграв войну с Октавианом, Марк Антоний совершил самоубийство. Затем покончила с собой и сама Клеопатра. Наконец в том же году император Октавиан казнил своего сводного брата Цезариона. Бумеранг к смерти вернулся обратно. Статья подготовлена Алексеем Мартовым в журнале «Загадки истории». Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.